Как так получилось, что Россия потеряла полтриллиона валютных активов? Неужели правительство не предвидело такой ход Запада? Это такой примитивный подход. Предвидел, не предвидел. Речь идет о международных отношениях. Ситуация какая? В России нет каких-то технологий. И эти технологии есть там, за рубежом. А в России есть сырье. Как обменять сырье на технологии? Или технологии нам не нужны вообще, мы сами все придумаем. А сырье сами все съедим. Это автарки. Тогда выгоняем всех дипломатов, закрываем все границы. Объявляем, понимаешь, истину в последней инстанции. И никого за границей не пускаем. К себе тоже никого не пускаем. И живем в радости и счастье. Но при этом нужно как-то объяснить, где это счастье. Нам скажут, ну, нажрался, понимаешь, уперя ногу, вот тебе и счастье. А там смотрят, слушай, а они там на Бентли и Роллс-Ройсе ездят. А у меня только Жигули. Мне это не нравится. А как быть, чтобы тебе Бентли и Жигули вместо Жигули, понимаешь, привезли? Вот поэтому валютные резервы, они находятся там. Поскольку эти валютные резервы там, это гарантии, гарантии платежей. Вот что это такое. Гарантии платежей. А то, понимаешь, если Бентли получили, ничего не заплатили. А гарантии лежат где? Там. Ну, тогда мы из этих гарантий вычислим. Но это речь идет не только о Бентли, речь идет о всех тех технологиях, в которых Россия участвовала. Коммерция. Для того, чтобы, значит, осуществляли сделки купли-продажи, нужна банковская гарантия. Банковская гарантия – это деньги, которые лежат в том банке, который эту банковскую гарантию предоставляет. Поэтому российские валютные резервы находятся за границей. В тех банках, которые представляют банковскую гарантию под купил-продал. А то, понимаешь, ситуация какая. Мы вам нефть накачаем, а вы нам ничего не заплатите. Мы вам, понимаешь ли, газу скачаем, а вы нам ничего не заплатите. А они потом скажут – хорошо, мы у вас и гарантию отбираем, потому что вы плохие. Ну, плохие или хорошие – другой вопрос. Вопрос. А в каких банках надо было держать банковскую гарантию? Давайте это все отправим в Китай. А там желтая опасность. Это вообще все. Они всю Сибирь сожрут. Вот. Поэтому вопрос о том, где логика. Логика находится в недоверии. Недоверии. Доверия нет. Друзья, приглашаем вас поддержать музей конструирования будущего, совершенно новое явление в жизни общества. Задачей этого небывалого музея является не сохранение артефактов прошлого, а собирание в фокус луча образа будущего, пронзающего темные времена человечества, чтобы был перекинут мост через миры и века к царству правды. Форма поддержки и объем помощи могут быть разными. Главное, чтобы они были идущими от сердца и посильными. Всю информацию смотрите внизу, в описании ролика. В народной песне поется «Наша матушка Россия всему свету голова». Как вы понимаете эти слова? Хочется гордиться. Ленин тот самый. У нас в Москве в центре, только на русском языке в Москве написано «Ленин» на Мавзолее, все остальное написано там «Foss Seasons», там, черт не что, все иностранными словами. Вот, так вот, тот самый Ленин, который русскими буквами написан, «Единственное, а тут кругом фейк-ньюс, там все это, англикизм, черт не что, понимаешь, что это?» Значит, у него есть, значит, гордости Великороса. Вот там и все ответы. Там и все ответы. А если какие-то сходу дать комментарии, то речь идет о том, что душа, русская душа широкая, вот, и удел России всемирность. А что сейчас нам говорят? Если вы, неополитики, поднимаете вопрос удел России всемирности, «Вы троцкисты!» Почему? Ну, раз всемирность, понимаешь, в чем дело, то это не мое, вот здесь вот, в Великом, значит, консервативном государстве. Вот почему. Как сочетаются территориально проекты «Новой Хазарии» и «Царство правды»? И еще, «Царство чьей правды?» Ну, ответ, правду каждую своя. Это так у нас в народе говорят. Значит, речь идет о Хазарии как части, как союзница, как, значит, часть, ну, как, так сказать, некоторой составной части того СССР-2, который сам же планировщик и делает на просторах нашей иронии чудесной. Вот, ничего тут, противоречий никакого нет. Как бы, это упирается в, упирается, так сказать, вот, в противоречие черного интернационала и красного коминтерна. Но они вместе, красное и черное, это флаг Яроша в Украине. Вот, к этому мы все равно придем. Вот, вы увидите, как это произойдет. Можете описать ваш метод взаимоотношения с Богом и дать определение, что такое Бог? Я вам скажу, друзья мои, что такое божественное откровение. Вот, и как это божественное откровение вдруг сходит. Если совсем честно, то вы должны убрать свое я-я и обращаться к небу при этом, так сказать, форма икон или других, так сказать, символов не так важна. Она вообще не важна. С утверждением, что на все воля неба. Не моя воля, а твоя воля. Подскажи, направь, укрепи. Дай знамение воли твоей, чтобы не было искушения от себя тяны. И тогда приходят эти откровения. Что делал Тикардио? В чем заключается контрибуция за проигрыш СССР в холодной войне и платим ли мы ее сейчас? А если платим, при каких условиях плата отменяется или заканчивается? Это все называется Вашингтонский консенсус. Контрибуция платится через валютные правила. Оно как бы это... Цена отсечения, которая называется. Порвать это... Значит, кто-то должен. Но пока не порвали. Нужна другая победа. Вот. Надо бы победить. И тогда старые обязательства можно зачеркнуть. Где победа-то? Андрей Петрович, с какого иероглифа начнется строительство Третьей Орды? И что он означает? Да при чем с какого иероглифа? Понимаешь, с иероглиф победы, конечно. По-китайски это ДШН. Дэ это вот тот иерог, который дал Дэ. А ШН это победа. Ну вот. ДШН. Центр и начнется. Надо эту победу одержать. И я вам скажу, что специальная военная операция, затеянная, понимаешь, кремлевскими, начиная с ультиматы Ромирькова, она закончится. Она закончится. Обязательно победой. Только не там, где вы думаете. Не со взятелем Мариуполя. Она закончится совсем в другом ракурсе. Эта победа будет в тотальной гибридной войне. Недавно на телевидении Соловьев яростно спорил с Кедми, явно указывая на то, что он не истинно в последней инстанции. Хотя до этого говорил, что уровень иерархии у Кедми выше. Как все это понимать? Как понимать? Включайте телевизор. Там государственный канал. Государственный канал. Россия один. На этом государственном канале главная информационная битва идет, понимаешь ли, на упоительных вечерах Владимир Соловьев. Кто такой Владимир Соловьев? Хасид. Поймите меня правильно. Он не католик, не буддист, не адвентист седьмого дня. Он Хасид. И что там на этом государственном канале значит кто вещает истину в последней инстанции, которую все слушают в молчании приняв стойку смирно. Они слушают иностранного гражданина, рупора вечного царства Израиля, спецслужбиста. Ну посмотрите прямо в телевизор. Кто вещает эту главную мысль? Ее вещает Якоб Кедми. Кто такой Якоб Кедми? Это спецслужба на ТИФ. Это репатриация евреев. О чем он не говорит, но точно показывает. Он показывает, что должно быть. И все внимают, потому что другого рупора нет. Скобеева что ли вам рассказывает, что будет? Нет, только Яков Кедми. Он же какой-то Яшак Казаков, гражданин Союза СССР. Читайте, советуйте, я гражданин Советского Союза. Вот он и этот СССР-2 и рассказывает. Расскажите пожалуйста про белого царя. Откуда и для чего он придет? Теперь уже почти проявилось, где он появится. Этот белый царь будет призван на царство где и кем? Православной церкви Украины. Почему? Потому что православная церковь Украины Московского Патриархата и уже вне закона записали и она окажется в положении мученицы. Церкви мученицы. И эта церковь мученица естественным путем выберет князя из не из Клира а из Мира который должен будет защитить эту самую это самое православие. Вот они и выберут этого князя. Там произойдет не в Даниловом монастыре не в чистом переулке где там понимаешь ли наше святейшество сидит и не в Кремле. Это будет там на Украине на Украине и церковь изгой церковь мученица это украинская церковь она выберет этого белого царя. И он этот белый царь придет понимаешь из Киевской Руси как и было поначалу когда крещение было. А свиняя в себе крест и знамя поросла одна. Вы говорите что Си Цзиньпинь исполняющий обязанности императора и у него монгольские корни. Стало быть он из династии Юань? Примет ли население Поднебесной эту вашу ордынско юаньскую концепцию единения? Это не моя концепция. Ну чего же вы ко мне пристаете когда я разведкой занимаюсь? Я разведал! Разведал! Я не хочу и не придумал и не мои эти хотелки. Си Цзиньпин это Хубилай его семя. Хубилай это первый император понимаешь ли регулярной династии Юань. А значит кто там числится первым? Кто? Чингисхан! Поэтому значит а мы 200 лет жили в одном государстве. В одном государстве. в этом Ехэ Монгол Улус который почему-то называется империей. Империя это Рим империум это повелеваю а Ехэ Монгол Улус это Улусы это семья народов. Вот почему не я это придумал и это воля неба проявляется так. Мне знаете кто сказал про то что значит Хубилай это не Хубилай а Си Цзиньпин это значит Хубилай Васемин то есть он ну как у нас вот есть Реурикович есть там понимаешь ли Чингизиды есть Романовы есть там понимаешь ли польская составляющая шляхта ну среди благородных на Белете до советской власти и у них тоже есть это самое в Китае ты откуда ты от какого клана ты от кого так вот а то что Си Цзиньпин это Хубилай мне сказал японец бывший представитель Японии в Международном Валютном Фонде хорошо осведленный чай хорошо осведленный дядя я потом проверял и подтвердилось если миром правят знаки и символы то дайте оценку решения Верховной Рады поменять слова государственного гимна заменить слова еще не умерла Украина на процветает Украина я еще гимна должен понимаешь комментировать но не смерло значит так не смерло а процветает так конечно понимаешь если взор и внимание на могилу значит как у нас это развернули в марш мертвых значит ну патриотически конечно все замечательно бессмертный полг ну куда смотать назад в могилу а захват будущего все понимаешь если это расцвет скажите есть ли в Китае диссидентское движение и под какими лозунгами ой полно полно ну конечно это это самый как его блогер под названием Китаевед Вавилов он вам там все про комсомольцев расскажет почему в картах и рулетке цвета черный и красный а в шахматах черный и белый в чем символизм в цветах конечно ну чакры они как идут вот и ну а потом радуга это в облаке символ завета она же идет из белого в черный через семь цветов какие цвета выше какие ниже все как как в математике понимаешь один два три так и тут понимаешь каждый охотник желает знать где сидят фазаны а с одной стороны белое с другой черное ну красный красный это это красный это я-я кровь это голос крови как создать образ будущего который всем подойдет всем не подойдет ну потому что все люди разные по генотипу и архетипу значит ну негры значит китайцы значит белые значит красные там идейцы вот чукчук вот они же имеют разные хромосомы разная генетика разные архетипы это разные языки разные культуры что это русская пословица что русскому здорово то немцу смерть ну как понимаешь если это все дело одной правдой обнять ищенно в последней инстанции это некоторые говорят мы знаем это ищенно в последней инстанции ну пусть себе говорят утопию значит если правде святой если правде святой мир дорогу найти не умеет честь безумцу который навеет человечество сон золотой значит в небесный Иерусалим по писанию ведут 12 ворот вот поэтому небо то одно на всех вот одно на всех и на Чукчи и на значит тувинцев я просто сверху так сказать с востока с востока иду понимаешь вот потом значит эти народы Сибири вот потом народы понимаешь ли великой русской равнины потом народы Кавказа потом куда идут туда в Европу просвещенную вот ну небо для всех одно а значит один значит а нации и национальности народы разные потому что у этих народов своё право у этих народов своё право укажут своё на земле правда укажут своё значит задача в том чтобы так сказать радоваться и веселиться это не борьбу против положенности устраивает а гармонию гармония мир она троечна читайте дальше неополитик то Редактор субтитров А.Семкин